В ходе очередной сессии депутаты окружного парламента поддержали ряд социальных законопроектов. В частности, во втором чтении принят законопроект о поправках в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе, касающийся бесплатных путевок. Кроме того, внесены поправки в окружной закон, позволяющие родителям или родственникам детей оленеводов сопровождать их к месту учебы и обратно за счет средств окружной казны. Во втором окончательном чтении окружные депутаты приняли поправки, которые позволят родителям или родственникам детей оленеводов-кочевников сопровождать их к месту учебы и обратно за счет средств окружной казны. Представленным законопроектом предлагается предусмотреть возможность сопровождения детей, обучающихся по программам начального и основного общего образования их родителями, законными представителями и близкими родственниками, такими как бабушка, дедушка. Аналогичную гарантию предлагается предусмотреть в отношении родителей детей-инвалидов. При этом необходимо отметить, что при одновременной перевозке детей, нескольких детей из одной семьи, право сопровождения предоставляется только одному родителю. Кроме того, аналогичное право будет предоставлено и студентам-очникам, но только до ближайшего населенного пункта. Ранее сопровождать детей могли только родители. В ходе работы над законопроектом на постоянной комиссии по делам Ленинского и других малочисленных народов экологии и природопользования рабочей группы, которая была создана, были урегулированы все вопросы. И также при работе над изменением мы значительно расширили круг лиц, которые имеют право сесть в школьный вертолет. Такое право появилось у нас у студентов. Уважаемые коллеги, за каждым ребенком, который летит в тундру, это не просто организация его отдыха, это реальный вклад в поддержание традиционного вклада жизни в нашем регионе. Поправки также внесли в окружной закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статья 6 дополняется указанием о предоставлении жилого помещения по заявлению ребенка-сироты в письменной форме, а также предусмотреть ограничения по количеству жилых помещений в виде квартир, которые предоставляются детям-сиротам в одном многоквартирном доме, это не более 25% от общего количества квартир в этом доме. Данные изменения были внесены в федеральное законодательство. Что касается изменений в законопроект об обеспечении бесплатными путевками, они предусматривают возврат права на оздоровление за счет окружного бюджета детям, имеющим вторую группу здоровья, а также увеличение возраста детей с третьей, четвертой и пятыми группами здоровья, имеющих право на получение бесплатных путевок для лечения. В целях учета мнения и предложения семьи, имеющих детей, проектом предлагается дополнить закон нормой, предусматривающей право на получение один раз в три года за счет средств окружного бюджета социальной выплаты на компенсацию расходов по приобретению путевок, расположенной на территории Российской Федерации санаторно-курортной организацией для детей в возрасте от 4 до 15 лет, включительно, имеющих вторую группу здоровья, постоянно проживающих на территории округа и нуждающих по медицинским показаниям санаторно-курортным лечением. И одного из родителей, лица его замечающего, близкого родственника, сопровождающего ребенка детей в размере фактически принесенных расходов, но не превышающий предельный размер такой компенсации. Законопроектом также предусмотрено авансирование компенсации расходов по приобретению путевок, а также увеличение возраста детей, имеющих право на бесплатные путевки с 4 до 12 лет для детей, имеющих третью группу здоровья, с 4 до 15 лет с 4 и 5 группой здоровья. Изменения коснутся и организованных групп детей, имеющих право на бесплатные путевки. В связи с увеличением возраста детей, имеющих право на получение бесплатных путев в санаторно-курортную организацию для лечения совместно одним из родителей, проектом предлагается установить для организованных групп детей возраст 13 до 15 лет, включительно для второй и третьей группы здоровья. Также единогласно во втором чтении депутаты приняли решение о внесении изменений в окружной закон о поддержке многодетных семей. Теперь ежегодную компенсацию на подготовку к школе могут получать и школьники 10 и 11 классов. Кроме того, в настоящий момент рассматривается положение о сроке подачи заявлений на данную выплату. Проектом предлагается установить дату до 30 апреля включительно.